В канун Нового года Володя Зеленский принялся раздавать интервью налево и направо, и, как всегда, делает это ярко, щедро и совершенно бездумно. Мы бы вообще не касались этой темы, но два больших выступления за неполный месяц и ни одного видосика все же требуют нашей реакции, ибо поговорить есть о чем. Итак, сначала наш доблестный Яни Лох разразился интервью для американского издания The New York Times, в котором наговорил о том, мол, его мечта – это Диснейленды в Украине. В принципе, вполне ожидаемо. Ну вот что можно ожидать от Шута, кроме желания построить в стране Шапито? А вот уже во втором интервью Володьку прямо-таки понесло. Если для американского издания он просто заявил, что не готов сотрудничать с Порошенко, при том, что готов сотрудничать с Путиным, то в интервью для украинских читателей разразился спичем, что украинцы прямо-таки ждут, когда же посадят Порошенко. Ну что сказать, неугомонная Шмаркля все так же не может обойтись без хаяния Порошенко для поддержания своего рейтинга. Главное разочарование 2020 года в очередной раз озвучило свои извращенные бредни о том, кто, кого и куда должен посадить. Только вот Зеленский, похоже, вообще вышел за орбиты здравого смысла и, судя по всему, находится в отрыве от реальности, не понимая, что своим неуемным желанием посадить или наказать Порошенко он уже бесит реально всех. Посадить Порошенко и все наладится – вот основной месседж клоуна для украинцев. Аж удивительно. А ну что, перед интервью не смотрит на рейтинги, где у партии Порошенко уже такой же уровень поддержки, как у его слуг народа? А вообще, у Вовы явно в голове Вава. Ведь кроме посадить Порошенко, наш белогорячечный президент чуть ли не рвал на себе Бриони, заявляя, что мобилизует всех и мужчин, и женщин, если произойдет нападение РФ со стороны Крыма. Уж не знаем, какие там бредни творятся УЗИ, но, судя по всему, война в его понимании – это только как во Второй мировой, когда города стирают с лица земли. То, что война с РФ и шла прямо во время его интервью КВНщику с куцым мозгом, наверное, и в голову не пришло. В общем так, президент Украины у нас как не прискорбно это озвучивать, совершенно утративший связь с реальностью, который абсолютно не мыслит государственными категориями, а рассуждает на уровне своего электората, хотя уже не улавливает даже его отчаяний. Володя, доносим до тебя простую истину – никто уже не хочет посадить Порошенко, даже из числа твоих самых верных у Порошей. Скорее даже наоборот, многие хотят посадить тебя, как минимум за то, что ты разрушил их веру в новые лица, и теперь они считают себя лохами, которых поимел мелкий жулик. А еще, Вова, нужно понимать, что когда человек живет с постоянной мыслью о том, чтобы кому-нибудь стало плохо, этот человек болен психически. Вова, твоя мания посадить Порошенко – это патология. Никто никуда его не посадит, это поняли давным-давно уже все. Поэтому будь добр, перестань нести эту чушь и не позорься, с тебя и так станется. У тебя под боком фопы хотят блокировать выступления твоей труппы, а ты все бредишь посадками оппонентов. А хотя нет, знаешь что, продолжай, а еще лучше удвой усилия. В таком случае ты вряд ли дотянешь на посту к следующей елке. Резюмируя, скажем, для тех, кто в танке и еще питает надежду на новое лицо. За почти два года каденции с Комароха в конце тяжелого года, который был вызовом для всего мира и Украины в том числе, со всеми ее проблемами в экономике, судовой системе и медицине. Все, что мы слышим от президента страны, во всем виноват Порошенко. Так долго и настолько глупо подобной риторикой про попередников не злоупотребляли даже при Януковиче. Ой, не зря Зеленский признан главным разочарованием года. Не коронавирус, не локдауны и закрытие границ, а именно Зеленский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова